Что Тора говорит о еде? С самого первого момента, когда Всевышний насадил сад, мы читаем это в самом начале книги Берешит, Всевышний даёт заповедь человеку. Обычно, говоря, Всевышний заповедовал ему, не ешь от этого дерева. Это не совсем так. Всевышний заповедовал, от всякого дерева ешь, только от этого дерева не ешь. От всякого дерева ешь – это тоже часть заповеди. Во-первых, попробуй всё, что я сделал в этом мире, порадуйся всем моим трудам. Как бабушка радуется, когда приходит внук и кушает всё, что она наготовила, так радуется Всевышний, угощая человека. Конечно же, если это не превращается в порабощающую зависимость. Но есть в этом и духовное измерение. Когда то, что мы едим, будь это банан, чёрная смородина или картошка, она становится частью нас. Нет ничего плохого в том, чтобы быть чёрной смородиной или картошкой. Но картошка, которую съел человек, становится частью плоти человека, частью энергии человеческой. И если человек с помощью этой энергии… А мы уже говорили с вами, когда говорили о «не одним хлебом», что не сама картошка, а то божественное, что в ней раскрывается в человеке. Если человек с помощью этой смородины, этой картошки или, к разговору нашему, этим бараном, плоти этого барана, сможет служить Всевышнему, сделав её своей плотью, то получается, что плоть барана поднимается на совершенно новый уровень. Как и в саду, плоды, которые ел человек, становились человеком и поднимались на совершенно другой уровень. Это классический еврейский подход к пище. Мы едим для того, чтобы служить Творцу, и служим Творцу тем, что мы едим тем, что мы поднимаем на другой уровень нашу пищу, в том числе и этим. Поэтому, Творец здесь отдельно говорит, нет ничего плохого в том, чтобы хотеть кушать мясо. Более того, если представить, что когда-то человек, маленький-маленький человечек, ещё не совсем человечек, ещё только зародыш, жил в утробе матери и постепенно рос, рос, рос и дорос до размера, когда он заполнил почти весь свой мир. Столько всего съел, что стал размером со свой мир. Матку женщины, в которой он находится, он рождается в новый мир за новыми впечатлениями, за новым служением и в том числе за новой едой. Наша задача – поднять весь мир на уровень святости, сделать всё святым. У Захарии об этом сказано, о том, что храм вместо святости на земле будет расходиться по земле. Часть этого служения, часть этого служения – это пища, которую мы едим для служения Всевышнему. Не всегда получается для служения. Нужно быть абсолютным праведником, чтобы это выходило только для служения. Но Тора здесь говорит об этом. Что происходит, когда мы не можем есть именно для служения? Когда не получится? Когда я знаю, что может из всего, что я съем, 10%, 5% пойдёт на служение Всевышнему, есть ещё и благословение. Поэтому сказано, и будешь есть, и насытишься, и благословишь. И будешь есть, и насытишься – это твоё право, твоё решение, и благословишь – это заповедь. После еды мы благословляем Всевышнего. Это тоже форма служения. Продолжение следует...